Все любители пения от 18 лет, независимо от образования, вероисповедания и профессии, могли принять участие в конкурсе. С одним условием, профессиональные исполнители, независимо от того, является ли для вокалиста участие в музыкальных проектах основным или дополнительным источником заработка, к участию не допускались. Но для самих участников, по большому счету, было не важно качество исполнения. Важнее был сам процесс. В четверть финале приняли участие 17 человек, прошедших отборочный этап. Бухгалтеры, домохозяйки, менеджеры, директора. Они разные, но объединяло их одно. Все они отметили, что в клубе единовременно царили непередаваемая атмосфера единения и дух соревнования. Болельщики отдавали все свои эмоции за своих кумиров, а участники поддерживали друг друга, несмотря на жесткое соперничество. Чтобы показать свой талант, участники проявляли максимум артистизма, эмоций и, конечно, веры в собственный успех. С каждым этапом участников становилось все меньше. Но условия конкурса таковы, что только четверо поедут представлять Омнис на всероссийском конкурсе и бороться за победу. В финал вышли 10 достойнейших участников караоке-битвы. Всех конкурсантов и гостей ждал праздничный фуршет, море музыки и отличного настроения. Участники уверенно боролись за победу, используя свои вокальные данные на пределе возможностей. Шоу Москва Шоу Москва Шоу Москва Есть такое сравнение, что человек будет хорошо, когда он разбивает бокалы. Вот посуда бьется, значит, голос отличный. Что там бокалы, какая-то ерунда. Мы с вами голосами сегодня разбили сердца всех присутствующих и наши сердца. Вот это, я считаю, настоящая ваша и наша с вами общая победа. Замечательно, что этот конкурс состоялся. Отличное начало, ничего в обыске подобного не было. Я очень надеюсь, что мы будем это продолжать и с вашим участием в том числе. В этот вечер сложно было выбирать сильнейших, так как, по мнению жюри, абсолютно все участники были достойны побороться за главный приз. Но правило есть правило, и четыре конкурсанта, а именно Наталья Митина, Евгения Пак, Леонид Шарапов и Елена Шишкина, получили право участвовать в финале чемпионата России по караоке, который пройдет 16 августа в Москве. Что же их там ждет? Минимум – хорошее настроение, а максимум – всенародная любовь и слава. Ведь один из призов для победителя – это участие в 11-м чемпионате мира по караоке, который пройдет в городе Лампенрата в Финляндии с 21 по 24 ноября 2013 года. И кто знает, может быть, именно обненец будет представлять Россию. А пока ежедневно караоке-бар «Ля Ля Фа» приглашают...